7 декабря в администрации района прошла еженедельная традиционная планерка с руководителями учреждения, работниками районной администрации, главами поселений. Открыл и ввел планерку глава района. Заур Хамирзов подытожил проделанную на прошедшей неделе работу, озвучил первостепенные задачи, стоящие перед руководителями структурных подразделений администрации, а также главами сельских поселений. Это прежде всего обеспечение улучшения качества жизни населения и сохранение здоровья в период пандемии. Данную тему продолжил начальник отдела по делам ГОЧС Николай Зверев. Было отмечено, что в районе продолжается медленный, но все же рост числа заболеваний коронавирусной инфекции. На сегодняшнюю дату с начала пандемии заболело 3158 человек. Из них 2844 человека выздоровели. К сожалению, 64 человека от инфекции скончалось. На сегодняшнюю дату на лечении находятся 250 человек. Из них 185 человек на амбулаторном лечении и 65 человек на стационарном лечении. Что касается населенных пунктов, наибольшие, конечно, заболевших. Традиционная у нас в Аоле Кашихабре 57 человек. И дальше в Личепсин 20 человек. Хачузи 27 человек. Аули Герухай 17 человек. Хутор Казена Кожорский 13 человек. Но там ситуация стабилизируется, судя по статистическим данным. На Тырбово 35 человек, Вольное 23 человека, Майский 20 человек. И в остальных населенных пунктах от 1 до 4 человек. Значит, за прошедшие выходные дни у нас за 3 дня, пятница, суббота, воскресенье, у нас уровень заболеваемости за эти 3 дня состоят 37 человек. 16 человек выздоровело. Это самая большая цифра была за 3 дня, за последнее время. А так, судя по статистике, примерно от 10 до 12 человек в день заболеваемость идет. И выздоровших примерно тоже от 6 до 8 человек. Что касается вакцинации, на сегодняшний день число приветых превысило более 11 тысяч человек. В ходе планерки также были рассмотрены вопросы, касающиеся привлечения вне бюджетных источников в целях реализации программы комплексного развития сельских территорий, набора добровольцев, проект БАРС, хода призывной кампании. О работе по своим направлениям деятельности также доложили заместитель главы района по экономике и социальным вопросам Марета Тугланова и заместитель главы района по строительству архитектуре ЖКХ Евгений Глазунов. На совещании был обсужден ряд и других важных вопросов.